МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь мы собрались перед телевизором на канале «Радость моя». Я рад вас приветствовать и постараюсь ответить на вопросы, которые приходят на сайт «Закон Божий». Тем более, что сейчас тема очень, я бы сказал, не просто острая, а такая вот, которая касается практически всех. Речь идет о воспитании наших детей. А раба Божия Оксана спрашивает. Я вышла замуж и родила дочь во время обучения в аспирантуре. Через год после рождения ребенка муж покинул семью. Чтобы я могла закончить обучение, мою дочь взяли родители. Уже шесть лет она живет с ними в моем родном городе. Сейчас у меня в столице хорошая, высокооплачиваемая работа. Должна ли я вернуться к ребенку или стоит подождать еще немного и забрать дочь к себе? Пока это невозможно, потому что некому будет забирать ее из школы. Понятно, не нужно никому объяснять, как важно, чтобы не терялся контакт между матерью и дочерью. И если обстоятельства вашей жизни вам позволяют, там, жилищные условия, вот, уровень вашей зарплаты, или, может быть, там, снять для родителей квартиру где-то рядом, то, мне кажется, это было бы вот одним из выходов из сложившейся ситуации. Конечно, вот, можно только пожелать, чтобы вы общались со своей дочкой как можно чаще, потому что общение с мамой ничто, никакое другое общение заменить не может. Даже самые любящие, бабушка и дедушка, маму заменить не могут. Вот нужно искать способы, как не теряя работу, не потерять дочку. Вот, надо все-таки понимать, что работа – это очень важно, но воспитание дочери еще важнее. Вот тут надо как-то напряженно думать и молиться, просить Господа, чтобы умудрил, чтобы найти правильное решение. Помоги Господи. Свекровь увлекается загорами, гаданием, верит в гороскопы. У меня маленький ребенок, полтора года. Я стараюсь всячески ограничивать ее контакты с ним. Из-за этого возникают ссоры с мужем. Муж крещеный, но очень подвержен влиянию своей матери. Правильно я поступаю, что ограничиваю общение. Мне кажется, то, что ваш муж так привязан к своей матери, это нормально. Другое дело, что нельзя забывать о том, что оставит человек отца и матери и прилепится к жене своей. И будет два вплоть в единую. Единство мужа и жены, оно и мистическое, и удивительно глубокое. И вот превосходит как бы даже вот то единство, которое существует в своей родительской семье. Поэтому вот очень желаю вам, чтобы в вашей семье было такое, ну, глубокое единомыслие. Но вот могу только посоветовать, что нельзя остановиться между сыном и его матерью. Я думаю, что и вам будет радостно, если ваш сын будет от вас зависеть, когда он вырастет. Очень так грустно, когда, значит, дети уходят из семьи, и родители мужа не нужны. Это неправильно. Но вот здесь нужна вот с вашей стороны и мудрость, и деликатность, и такая проницательность, и оптимизм. Я думаю, что все это у вас есть. И дай бог, чтобы вот такая гармония вашей семьи, радостная, которая бы была, ну, таким важным и определяющим вот в вашей семейной жизни, установилась. И вы шли с мужем рука об руку, понимая друг друга, преодолевая вместе трудности. И вот не препятствуя любить близких людей. Моей дочери 18 лет. Как определить ту черту, после которой нельзя запрещать дочери строить отношения с молодым человеком? Я понимаю, что родители не должны вмешиваться в личную жизнь детей. Но я вижу, что это не тот человек, который подойдет дочери. Разве не за родителями последнее слово в выборе будущего супруга? И спрашивает раба Божия Екатерина. Вот если дети хотят быть счастливыми, хотят быть счастливыми, они, конечно, должны получить благословение своих родителей. Если они хотят строить семью, как все, в 50% случаев, если не больше, заключенные браки распадаются, то тогда можно и обойтись своим собственным выбором. Это, конечно, ошибка. Но вот взрослый человек, он уже в какой-то мере сам определяет свою жизнь и свои поступки. Но, конечно, девушке 18 лет совсем не так много лет, у нее не такой большой опыт, чтобы она могла безошибочно строить свою жизнь. И вот церковь об этом и говорит, что нельзя, вопреки воле родителей. Поэтому можно пожелать вашей дочери, чтобы она со всей серьезностью относилась к мнению своей мамы, не пренебрегала бы им. Но и вам хотелось бы посоветовать быть и любящей, и мудрой. Вот это очень важно. Доносить свою правоту до вашей дочери так, чтобы она ее восприняла, а не отторгала. Но еще нужно сказать, что девушка должна быть строгой и неприступной. Ведь невеста от слова не ведать. Очень страшно, когда молодые люди, горячие, эмоциональные, все понятно, но переступают ту черту, которую переступать нельзя. Когда исчезает вот эта тайна, исчезает эта благодатная чистота, которая так и привлекает в девушке, и вызывает очень глубокое уважение к ней. Если девушка себя не ценит, то она вполне возможно обрекает себя на несчастную жизнь в дальнейшем. Вот дай Бог, чтобы в вашей семье царили мир, любовь, мудрость, единомыслие. Ну и чтобы у вашей дочери сложилась счастливая семейная жизнь. Теперь я постараюсь кратко ответить на несколько ваших вопросов. Можно ли крестить совсем маленького ребеночка, если у него насморк? Наталья я бы не советовал. Даже, скорее всего, ничего не будет. Потому что Господь милостив, и когда приступаешь к таинству, то Господь дарует свою благодатную силу. Но если где-то там не досмотрели уже дом или еще где, вот люди неизбежно свяжут там какое-то усиление насморка с тем, что его крестили. Хотя я думаю, что это не может быть связано. Вот просто проморгали где-то, охладили ребенка. А потом будут думать, что это из-за крещения. Поэтому я бы советовал, вот пусть ребеночек поправится и приносить его креститель. Но в долгий ящик не откладывайте. Чем быстрее, тем лучше. Ира нас спрашивает, можно ли петь на клиросе в нечистоте. Да, петь на клиросе можно. Почему нельзя венчаться без свидетельства о браке? Неужели государство регулирует вопросы веры? Нет, Никита, государство не регулирует вопросы веры. Но, к сожалению, мы живем с вами просто в дикие времена. Бывает, что человек с одной поженился, а с другой повенчался. Это вот в нашей действительности, к сожалению, такие вот бредовые случаи бывают. Так вот, чтобы не подставлять людей под удар, церковь требует, чтобы принесли свидетельство о браке. Время нашей передачи подошло к концу. Прощаюсь с вами. Мне было очень приятно с вами общаться. Прошу вас, присылайте ваши вопросы на сайт Закон Божий, и мы постараемся на них ответить. До новых встреч! Господь с вами! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!